Мы продолжаем наш цикл, который посвящен тому, как правильно распоряжаться Божьими финансами. Мы говорили на прошлом служении, что все то, что мы с вами имеем, это благословение от Бога. Вы взяли что-то для себя в прошлый раз? Да? Очень хорошо. Смотрите, друзья, из-за времени мы ограничены, мы не можем раскрывать все темы детально. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? В нашем институте финансовая тема разбирается больше недели. Поэтому, если вы хотите узнать больше, есть смысл записаться в институт и посещать наши занятия на правах рекламы, чтобы вы почувствовали, как это работает. Там реально в деталях все будет разобрано. А здесь, так скажем, лайт-версия, короткая такая вот основная, чтобы можно было это прочувствовать. Также, если у вас есть возможность, я настоятельно рекомендую вам познакомиться со служением. Есть такое служение, Crown Ministries. Множество принципов, которые мы здесь с вами сегодня разбираем, они взяты из этого служения. Это служение, которое направлено на обучение верующих людей управления вообще финансовыми, материальными благами. То есть, речь не идет о том, чтобы стать богатым человеком. Послушайте, мы в прошлое служение говорили о том, что есть две крайности. Первая крайность — это верующий человек равно отвратительно богатый человек. Ну, вот мысль следующего порядка. Если ты верующий, значит, ты сын или дочь царя. А как должны выглядеть дочь царя? Вы видели когда-нибудь бедную дочь царя? Ну, это нонсенс, правда? То есть, сын царя, он тоже должен ездить на лучших машинах, на лучших там дома, пароходы и все как положено. Мы говорили о том, что это крайность, перегиб Писания. Нет такого явного принципа в Писании. Хотите верьте, хотите нет, можем это исследовать. Также вторая сторона — это бедность. Бедность — сестра моя, бедность — украшение мое. Голый я пришел в этот мир, голый уйду, зачем мне эти вещи? Вещи — это плохо. Такой вот духовный дуализм определенный о том, что если ты обладаешь чем-то физическим, физическим, значит, это зло. Отдай это, поделись этим, возьми просто. И монашество, оно развило в определенной степени вот эту аскету, желание как бы ничем не обладать и служить всем тем имуществом до крайности. Итак, истина где-то посередине. И сегодня мы с вами коснемся двух очень важных вещей, двух очень важных сфер, обратно же это будет достаточно кратко, мы поговорим с вами о работе, и мы поговорим с вами о долгах. Все мы сталкиваемся с этими вещами, правда? И с работой, и с долгами. И я знаю, не буду спрашивать вас, но я знаю точно, что у большинства находящихся здесь, скорее всего, есть долги. И нужно понимать, как Писание к этому относится, и что с этим делать, и как нам с этим жить. Итак, если мы говорим о работе. Некоторое время назад, я помню, как-то общался с одним человеком, он был у нас в общине, может быть, но некоторые знают его, там когда-то видели. Его идея была следующая. Работа, слово «работа» происходит от слова «раб». То есть человек, который работает, он является тере-рабом. Помните, да? Поэтому в его теологии работа — это что-то, что приносило зло в жизнь человека. То есть верующий человек — это человек, который живет на обеспечении Господа. А раб — это тот, понимаете, да? То есть давайте мы не будем углубляться в эти работы разные, пускай Господь обо мне заботится. Но это не совсем то, о чем учит нас Писание. С самого начала мы видим, что Бог создал работу. Когда Он сотворил Адама и Еву, вы помните, что первое, что сделал, одно из первых, что сделал Господь, Он дал Адаму работу. Правда? Он поместил его в Эдемском саду и сказал ему. Это Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить». То есть вот его работа была. Не было какого-то там на завод, он не ходил. Но тем не менее, мы не знаем, какой большой этот был сад. Тем не менее, ответственность Адама была в том, чтобы возделывать сад. То есть он делал какую-то работу для того, чтобы в саду все было хорошо, и хранил его. То есть он оберегал, чтобы там ничего плохого с ним не случилось. Итак, Бог создал работу, и это хорошо. Это на благо для человека, и это служит также целям Божьим. Потому что в Божьих целях хорошо возделанный Эдемский сад, он был. Мы понимаем это с вами, правда? Бог хотел, чтобы сад был возделан. И Бог также создал труд, как одно из самых основных средств, через которые Он удовлетворяет наши нужды. Друзья, еще раз. Если вы хотели бы быть богатым человеком, надо работать. Все очень просто. Нужно работать. Друзья, если вы хотите большое богатство, я имею в виду библейское богатство, в Божьих принципах, и нет ничего плохого в том, чтобы верующие люди обладали материальными благами, распоряжались ими во славу Божию. Но для этого нужно работать. Смотрите. Исход 34 глава 21 стих говорит. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы». А в Новом Завете, во 2 Фессалоникийцам 3 главе 9-10 стихе говорится, «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Смотрите, как просто. Правда? Все разные заморочки, связанные с работой, которые мы периодически слышим, они разбиваются об эти два простых стиха. И поверьте, есть еще много похожих стихов. Если вы по симфонии посмотрите, есть множество похожих стихов. «Если кто не хочет работать, логично будет не кушать». Правда? Потому что если богатый человек имеет какую-то копейку или кто-то состоятельно имеет копейку, то где он ее взял? Он где-то работал, где-то что-то делал, и он ее заработал. Бог дал ему силы, дал ему возможность и мудрость. Итак, бог создал работу, труд, как одно из самых основных средств для удовлетворения наших физических потребностей. Бог ожидает, что мы будем работать не просто 5 дней, 40 часов в неделю, а 6 дней. Казалось бы, да? 6 дней. Я помню, когда-то смотрел такой календарь в сравнении количества праздников. И получается таким образом, например, страна такая-то, в году страна отдыхает что-то там 8 дней, а страна такая-то, 12 дней, 14 дней. Ну, в зависимости, знаете, в каждых странах есть свои национальные праздники. Израиль что-то там, 27 дней в году они отдыхают, официальных государственных праздников. Я думаю, ничего себе, вот так на секундочку. Но, с другой стороны, подумаем о том, месяц целый в году отдыхают официально, примерно, я не помню точно, ну вот количество. Но, с другой стороны, каждая неделя — это 6-дневная рабочая неделя. Улавливаете суть, да? И Израиль не был бы таким благословенным, если бы они не работали 6 дней, вот на сегодняшний момент. Потому что плюс один день — это намного больше можно сделать вообще в рамках страны. Представляете, да? И люди не ропчут, они действительно получают достойные зарплаты и делают то, что нужно делать. Итак, 6 дней работай, а в 7-й отдыхай. Покойся и во время посева, и во время жатвы. Также работа, друзья, — это хитрая штука. Через работу Бог формирует наш характер, Он формирует нашу внутренность. Вы знаете, что не всегда те люди, с которыми мы работаем, — это хорошие люди. В основном это сложные люди. Да вообще люди сложные, я вам скажу. И когда у тебя есть начальник, который может быть не очень хороший, как человек, у тебя есть те люди, которые с тобой работают, которые не очень хороши, как напарники в вашей работе. Для нас, как для верующих людей, это своего рода спортзал, в котором мы можем вырасти, в котором мы можем стать светом, в котором мы можем стать свидетельством, через который мы можем приобретать людей и говорить о Божьем присутствии в нашей жизни. Итак, если вы находитесь на сложной работе, если вы находитесь в каком-то таком месте, я помню, читал свидетельство одного пастыря, он говорит, ко мне пришел человек и говорит, «Пастырь, это невероятно жуткое место, где я работаю. Я работаю там, предположим, в гараже, в таком, знаете, где машины ремонтируют. Со мной работают 20 мужиков. Как они матерятся? Вы даже себе, пастырь, не представляете. У нас просто, ну как бы, ну просто, вот они не умеют, наверное, разговаривать, только И, О, А, вот слова, которые вот все остальное, как бы имеет свое значение в другом контексте. Он говорит, да пастырь, я умоляю, давай молиться о том, чтобы я ушел из этой работы, чтобы Бог дал мне благословенную работу. Он говорит, послушай, давай мы будем по-другому с тобой молиться. Давай мы будем молиться, чтобы ты стал светом на том месте, и чтобы что-то поменялось. Потому что, если ты оттуда уйдешь, то последняя надежда света уйдет из этого гаража. Ты единственный, кто может показать Бога через свое поведение. Ты единственный, кто может быть примером послушания, примером адекватности. Ты можешь единственным быть человеком, который не матерится во всей этой структуре, во всем этом месте. Я готов с тобой молиться. И он говорит о том, что они начали молиться и через определенное недолгое время этот брат свидетельствовал о том, что атмосфера в этом гараже начала меняться. Люди начали приходить к Богу. Понимаете, да? Можно уйти из тяжелого места. Можно сказать, это место совершенно неблагословенное. Это очевидно. Вот просто посмотрите, они злодеи, они грешники. Да и аминь. Злодеи и грешники. Ну и шо, а? Когда оставлял своих учеников, он говорил, что? Я оставляю вас, как овец среди волков. Помните, да? И когда он молился, перед своим распятием он говорил, Боже, я прошу о том, чтобы ты уберег их от зла, чтобы ты сохранил их, чтобы их жизни были с тобою. Будь вместе с ними, когда я уйду. Будь тем, кто утешает. Итак, Бог использует работу для формирования нашего характера, потому что, чтобы остаться в таком гараже, нужно быть верующим человеком, правда? Чтобы не упасть вместе с ними, чтобы не начать разговаривать на том же языке, как и они. И Бог использует наши свидетельства для того, чтобы принести свет в те места, где не было никогда света, в те места, где было все очень и очень плохо. При этом, друзья, если мы посмотрим в Писание, мы можем увидеть, что любая работа, она достойна в глазах Бога. Может быть, вы имеете какую-то, знаете, позицию директора, может, вы бизнесмен, а может, вы просто где-то делаете простую работу. Кому-то столы накрываете, где-то с детьми сидите, где-то убираете что-то. Послушайте, в Библии мы встречаем пастухов. Вы знаете, что в Библии писали? Пастухи, цари, разные простые люди, которые, может быть, даже писать толком не умели. Может быть, они как-то просили. Люди, которые переживали потрясения в своей жизни. Это не мешало им стать теми, кто оставил свое наследие для многих верующих на века. Поэтому любая работа, друзья, перед лицом Божьим достойна благословения. Если человек работает честно, если человек служит этим, если человек открыт для того свидетельства, которое он показывает своей жизнью. Тем не менее, мы можем говорить о разных сферах ответственности. Есть Божья сфера ответственности, когда мы говорим о работе, и есть наша часть, за которую мы отвечаем. Давайте поговорим о Божьей стороне. Прежде всего, друзья, Бог дает нам способности для работы. Бог дает нам способности. Вы помните, как строилась Скиния? Помните, да? Написано, Исход 36.1, «И всем мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу». Итак, Бог наделяет нас способностями. Вы можете сказать, «Ну, я как-то смотрю на свою жизнь, что-то не вижу. Что-то я не вижу, что я какой-то художник там особенный, или там мозаику умею ложить, или там я какой-то, знаете, семь пядей во лбу, и у меня что-то такое происходит». Послушайте, иногда мы с вами не видим очевидных вещей. Иногда мы с вами что-то себе придумали, и мы хотим соответствовать вот какому-то такому образу. Есть в городе юридическая академия, например. Скажите, пожалуйста, куда мечтают поступить все наши юноши после 11 класса? Юридическую академию. Почему? Потому что они знают количество людей, которые там учатся, и они имеют возможность. Не надо никуда ехать, и не надо ничего делать, платить какие-то там суперцену, понимаете? Хочешь быть юристом? Нет, не хочу. Ну почему поступаешь? Потому что у папы там есть связи, потому что могу, потому что это приносит деньги. Понимаете, здесь не идет речь о сердце, здесь не идет речь о каком-то таланте или каких-то способностях. Просто надо где-то притулиться. И очень много людей вокруг нас именно в таком мышлении подходят к вещам. Они не пытаются. Он говорит, я всю жизнь хотел рисовать, но стал юристом. И ненавижу эти, но просто уже никуда не переучишься. Я всю жизнь хотел делать там, быть садовником, например, но стал моряком. Поэтому вот хожу в море и мечтаю о деревьях и земле. Ну что поделать? Такое вот оно случилось. Понимаете? Иными словами, Бог дает нам способности для работы, но иногда мы можем не услышать то, куда Он нас призывает. И здесь нужно честно пересмотреть свою жизнь и, возможно, сделать что-то в этом направлении. Возможно, попробовать поехать в другой город поучиться. Возможно, попробовать параллельно, работая в одном месте, получить второе образование. То образование, которое вам по сердцу. Вы понимаете, что таким образом тот талант, который Бог вложил в вашу внутренность, в вас внутри, он будет реализован. И будете получать от этого наслаждение. И это будет в благословение. Будет получаться. Итак, Бог дает нам способности для работы. И я верю, что мы люди талантливые. Не потому, что мы сами такие молодцы, а потому, что Он нас делает таковыми. Также Бог дает нам успех в работе. Если человек послушен Его воле, если человек послушен тому, что он учит, чему Бог учит, Бог благословляет путь такого человека. Яркий пример — это жизнь Иосифа. Помните, да? Парень, который попал в рабство, ни за что, ни про что, он попадает, ну, как бы, в рабство. Это все очень плохое состояние. Написано, Бытие, 39 глава, 2-3 стих. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Итак, Бог дает успех людям, которые идут на работу вместе с Ним. Еще раз. Бог дает успех верующим людям, которые идут на работу вместе с Богом. И даже если все начинается как жуткое рабство, даже если все начинается как полный, как говорится, ужас, да? Ну, по-другому не скажешь. Несправедливо подставляют, кидают, что-то происходит. Бог дает успех. И это тоже, друзья, наше преимущество перед этим миром, потому что мы туда идем не сами. И также он, мы видим это по ситуации с Иосифом, он дает нам возможность продвигаться, дает нам возможность расти. То есть, иными словами, последовательные действия, последовательная череда наших правильных выборов дает возможность нам изменить финансовое состояние нашей жизни, материальное состояние нашей жизни. Некоторые люди удивляются. Я работаю там 20 лет, ничего не поменялось. Может, ты не совсем то делаешь? Может быть, ты не постоянен? Ты вот здесь верен-верен своему начальнику, а тут раз и кинул его, а тут раз и обманул. И он уже хотел бы тебя уже поднять где-то, хотел бы где-то повысить, хотел бы тебе доверять больше, но ты дал ему повод этого не делать. Он говорит, нет, подожди, он еще не готов. Нет, давайте подождем, мы еще не готовы с ним как-то работать более глубоко. Понимаете, да? Иными словами, последовательная деятельность, последовательная работа вместе с Господом помогает нам продвигаться, ну, скажем так, в карьере. Или, скажем, менять тот материальный мир, который находится вокруг нас. Псалом 74, 7-8 говорит, «Ибо ни от Востока, и ни от Запада, и ни от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Бог есть судья, одного понижает, второго возносит. Так работает, скажем так, библейская карьера. Так работает библейская карьера. Хотите, чтобы вокруг вас было чего-то больше, материально менялся ваш мир, приближайтесь к Богу, ходите на работу вместе с Ним. Он дает нам обетование, что Он будет вместе с нами и поддерживать нас. Но есть также вторая сторона, наша ответственность в работе. Прежде всего нужно понимать, что как верующие Нового Завета, Писание учит нас делать работу хорошо, так, как для Бога. Мы трудимся для Него. Смотрите, Колоссианам 3 глава 23 стих говорит, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Это приводит нас в совершенно новый уровень ответственности, рабочей ответственности. И я верю, что нас, как верующих людей, должны знать, как людей ответственных и верных людей. А это, согласитесь, достаточно большая редкость. Я недавно разговаривал с одним человеком, буквально вчера он говорит, что за всю свою историю, будучи верующим человеком, я еще не встречал тех, которые будут, верующих, которые я нанимал для себя, будь то для ремонта, будь то для помощи какой-то, вот именно нанимал, с которыми у меня не было бы проблем. С разных церквей, с разных динаминаций даже, с разных мест, но все время выходила какая-то ерунда. Вроде бы сделали и отвалилась, вроде бы приклеили, не держится, вроде бы построили и развалилась, кривое или еще что-то. Что это вообще происходит, друзья? Я вам хочу что? Делали, сказать, делали не для Господа. Делали так, чтобы просто отстали, чтобы заплатили, чтобы закрыли вопрос, эй-эй-эй, давай бегом. Ну, друзья, есть Писание. Писание говорит, все, что делаете, делайте от души. Как это от души? Это, знаете, есть такое слово, в кайф, это в удовольствие. Делайте от внутреннего своего сердца. Делайте так, чтобы оно классно было, чтобы вы посмотрели и сказали, а я молодец. Да? Вот я сделал, мне нравится, и я вот не сомневаюсь, вот по тому уровню, как я умею, я сделал все, что мог. А дальше уже, извините, ну, есть разные обстоятельства, когда, знаете, оно просто само по себе не способно быть нормальным, невозможно это отремонтировать или невозможно это сделать. Ну, есть то, что от вас не зависит, но есть та часть, которая от вас зависит. Итак, если мы будем понимать, что есть тот начальник, который нас спрашивает, и тот начальник, с которым вы разговариваете в своей тайной комнате, в своей интимной духовной обстановке, и вы перед ним отчитываетесь о том, как проходит ваш рабочий день, послушайте, это способно, понимание этого способно поменять очень многие моменты. Мы будем работать совершенно по-другому в качественном понимании, и это наша ответственность. Писание также категорически не поддерживает лень. Увы, увы и ах. Лень — это не Божий подход вообще к вопросу. Смотрите, в притче 18.9 написано, «Нерадивый в работе своей брат расточителю». И мы помним, что жизнь апостола Павла, когда он, вы вообще понимаете, что он был ученым человеком, очень образованным, он мог просто собирать своих учеников вокруг себя, и как такой гуру сидеть на каком-то педестале и рассказывать истории полдня, и поверьте, жил бы он очень и очень хорошо. Но Писание говорит о том, что он не пошел таким путем. Будучи с одной стороны служителем, будучи с одной стороны пастырем, огромного количества людей, находясь под серьезнейшим давлением от всего того, что происходило вокруг него, между обрезанными, необрезанными церквями, оттуда римлянами и так далее. Мы помним всю его историю жизни. При этом он не гнушался работать очень простой работой, не линясь. Это происходило, скорее всего, какими-то ночами, скорее всего, это происходило непонятно, когда и как, но тем не менее, он старался работать. Почему? Смотрите, он говорит, 2-й офисалоникийцам, 3-7-9, он говорит, «Ибо мы занимались трудом и работают до ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, чтобы самих себя дать вам в образец для подражания нам». Понимаете? Он говорит, мы работали, чтобы вы брали с нас пример, что мы можем это делать, значит, и вы можете это делать. Если мы при всей своей занятности, при всем своем давлении, он говорит, мы имели власть не работать. Вообще, по-нормальному, по уму, мы могли спокойно не работать. И это было бы не грех, это было бы нормально, потому что наш труд, он имел другую особенность, он был так же важен и так же благословенен перед Богом. Говорит, но мы хотели, чтобы вы видели, что мы на вас не наживаемся, что мы не пытаемся с вас как-то собрать лишних денег и построить себе где-то там, знаете, дворец в каком-то уютном заповеднике, и жить там, и быть, выпускать свитки, выпускать книжки и толкование, и что-то подобное. Совершенно нет. Они давали пример. Итак, я верю, что когда должны люди говорить о верующих людях, они должны говорить, что я знаю этого человека, этот человек не ленивый. Так учит нас Писание, относиться к работе. Не просто, что он сел и начинает Библию рассказывать. Есть вот работа, вот я общался с некоторыми теми, кто нанимает верующих, говорит, вот он стоит и рассказывает мне какие-то притчи, рассказывает. Я говорю, послушай, мне неинтересно, бери мастерок, бери ведро с раствором и иди на восьмой этаж. Он говорит, нет, подожди, ну может как бы, мне неинтересно, я хочу, чтобы ты взял мастерок, быстренько побежал и занес туда ведро с цементом. Почему? Потому что я нанял тебя не притчи говорить, я нанял тебя, чтобы ты работал, иди и работай. И это правильно, нет в этом ничего злого, нет никаких-то неправильных ожиданий. Если ты подписался на эту работу, иди и работай, не возмущайся. А как же поговорить? Послушай, поговорить после работы, во время работы, поработай. И Бог тебя благословит. Не всегда ты будешь носить цемент, поверь, если здесь все хорошо, не будешь ты носить цемент всю свою жизнь. Почему? Потому что Бог тебя там не оставит, Бог изменит твою реальность. При этом, друзья, Писание говорит о том, что мы не должны работать слишком много. Нельзя работать постоянно, это плохо. Есть люди, которые трудоголики. Я думаю, что трудоголизм это часть определенной проблемы духовной. Когда человек, он не может остановиться, когда он сам не понимает, зачем он работает. Такие люди не всегда богатые люди, такие люди не всегда у них все вот как бы в достатке. Они просто работают, работают, работают. Иногда это мотивация в этом, просто показать кому-то, что я не ленивый. Вот именно, знаете, доказать кому-то. Не просто показать, а доказать. Посмотрите, какой я вот хороший, я могу. И бывает такое, когда в детстве растут дети, и родители неправильно к ним относятся, они могут говорить там, с тебя ничего хорошее не получится, ты никогда не заработаешь. И такой мальчик, например, растет, и он говорит, я не заработаю, я тебе докажу, что я заработаю, я тебе покажу, что я стану богатым человеком, я покажу, что я могу. Эти внутренние клятвы побуждают его делать вот такие безумные вещи. Работа с утра до ночи, делать какие-то, ну вообще, знаете, браться за работу, которая вообще не должна касаться рук верующего человека, заниматься каким-то мошенничеством, какой-то мутью, какой-то вот такой, вот знаете, вот бывает такое, ты встречаешь человека, ты его никогда не видел, но ты чувствуешь вот этот дух Остапа Бендера в нем, да? Вот он просто аж клеится к тебе, он весь аж такой, прямо аж такой, вот он готов решать все, вот в любой сфере, визы, документы, какие-то организации, торговал вагонами, с заводами, пароходами, такой весь, и смотришь на него, ну как-то он не выглядит на такого вообще специалиста, но он в теме. Послушайте, эта нечестность, она не дает никакого хорошего плода, ни ему, ни вам, никогда не связывайтесь с такими людьми. Еще раз, даже если это четыре раза верующий человек, даже если он говорит о том, что он покажет вам селфи с пастером, вообще не верьте ему, потому что, знаете, это не сложно сделать селфи с пастером, а быть честным человеком намного сложнее. Понимаете, да? Поэтому доверяйте Духу Божьему и тому свидетельству, которое вы знаете. Если вы хотите с кем-то иметь дело, расспросите о таком человеке, что мы о нем знаем, какой он, могу ли я ему доверять, должен ли я ему доверять, насколько должно распространяться это доверие, если мы говорим о каких-то финансовых связях и каких-то отношениях. Итак, тем не менее, мы не должны работать слишком много. Исход 34 глава 21 стих говорит, «Шесть дней работая, в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы». Иными словами, как минимум один день у тебя должен быть свободный, полностью свободный, в прямом смысле свободный. То есть человек, спасибо большое, человек не должен бегать как какой-то, ну вот, в такой вот, я все, я все, мне туда надо побежать, и здесь делать, и туда, и туда. У вас должно быть время, когда вы отдыхаете. Это Божья заповедь. Вы знаете, Бог, предугадывая или понимая природу человека, Он сделал так, что за нарушение этой заповеди были серьезные последствия. За нарушение шабата, вы помните, да, что первый раз, когда это случилось в пустыне, что сделали с этим человеком? Мы собрали и положили вот такую большую кучу камней на него. Все общество собралось и сказало, ты собирал дрова во время шабата, да? Собирал. Вот тебе результат. Бог говорит, остановись, не работай, пускай оно никуда не завалится, пускай вот эта вот посуда немытая, пускай она побудет немытая еще один день. Жизнь не изменится, вы знаете? На самом деле, ну ты отдохни, а завтра помой и приберись, и чтобы знали, что у тебя все чисто и красиво и все хорошо. Итак, шаббат должен быть шаббатом. Это вопрос веры, это вопрос нашего хождения с Богом и это вопрос нашего здоровья, как физического, так душевного, так и духовного здоровья. Поэтому Богу это не безразлично, чтобы вы имели отдых. И следующий принцип, который для нас важен, мы должны уважать наше начальство, даже если это начальство не совсем достойно этого уважения. Писание говорит, 1 Петра 2, 18, «Слуги или подчиненные со всяким страхом повинуйтесь господам или начальникам не только добрым и кротким, но и суровым». То есть имейте в своем сердце смирение, даже если этот человек не достоин того, чтобы вы перед ним как-то там знаете. Ну, я не говорю о том, чтобы исполнять всю его волю. Я не говорю о том, чтобы, знаете, не думать головой о том, если он вас просит какие-то вещи делать, которые противоречат вашим внутренним стандартам, вашим внутренним качественным стандартам. Не делайте этого. Это тоже вопрос веры, но тем не менее нужно двигаться таким путем. Вспоминайте Иосифа. У него были плохие начальники, у него была плохая обстановка, плохие обстоятельства, но тем не менее Бог изменил эту ситуацию, и Бог принес благословение не только для него, но и для всего Божьего народа. Итак, вот если говорить вкратце основные принципы, касающиеся нашего с вами отношения к работе. Тем не менее, если мы говорим о следующей нашей части, а именно о долгах, мы приходим также к достаточно непростому моменту, потому что долги — это то, что нам очень хорошо известно. Более того, я хочу вам сказать, что современный мир, он построен таким образом, чтобы каждый из нас имел долг, или, иными словами, кредит. Правда? Потому что на самом деле любой кредит — это долг. Как мы это красиво не называем, как мы с этого красиво не выглядим, насколько бы лет он не растягивался, тем не менее, ты должен другому человеку, ты должен выплатить эту сумму. Это могут быть деньги, когда ты берешь у кого-то, это могут быть, как мы говорили, банковские какие-то кредиты, может быть, вы одолжили у кого-то из своей семьи, может быть, вот как-то что-то происходило, и вам дали, вот, и вы говорите, я тебе отдам. Это все называется долг. Давайте посмотрим коммунальные, которые вы не заплатили, или, например, билеты, которые, я помню, как-то общался с одним верующим человеком, он говорит, я езжу на электричке, вообще-то, я не плачу за нее. Ну, он ездил там между городами на электричке, я говорю, чего? Он говорит, ты видел вообще эти электрички? Это сарай на колесах просто, чтобы я за это еще платил. Вот вообще, у него такая, он говорит, с таким возмущением, я говорю, послушай, но очень странно ты говоришь, не езди, если она тебе не нравится. Но, как бы, вот он тут сарай подъезжает, да, он плохой, да, он не соответствует никаким вообще нормам, он реально там все плохо, знаете, но, тем не менее, хочешь туда зайти, заплати за билет, и там копейки. Там не была какая-то сумма, которая там, он не в СВ ездил, там было там, две гривны ему надо было заплатить, чтобы проехать каких-то полчаса, но он не платил. Праведные возмущения, праведный гнев. Ну, то есть, на самом деле, просто глупость. Итак, Божий взгляд на долги. Если мы посмотрим в Писание, Бог не поощряет наличие долга. Еще раз, Бог не поощряет. Нигде вы в Писании не найдете такого, что, ну, если ты хочешь взять кредит, пожалуйста, не вопрос. Не поощряется. И есть тому целый ряд причин. При этом все же, Библия не называет долги грехами. Библия не поощряет наличие долга, но тем не менее, человек, который имеет долг, он не является грешником. не является грешником при определенных моментах. Сейчас мы поговорим об этом. Писание говорит, Римлянам 13,8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Короче, если хотите быть должными кому-то что-то, будьте должны любовь. Этого всегда недостаточно. Всегда нужно ее проявлять. Всегда мы кому-то должны проявить себя через свою милость, через поступки, через какие-то действия. Будьте теми, кто должен другому любовь, а не какие-то финансы или какие-то обязательства. И причину, по которой Господь не поощряет долг, мы можем увидеть в другом месте Писания. Это притча 22,7. Давайте посмотрим. Притча 22,7. Смотрите. Вот почему причина. Богатый господствует над бедным, и должник делается кем? Рабом взаимодавца. Может быть, сейчас не принято так говорить, но тем не менее. Давайте мы поговорим, например. Вы взяли кредит на 30 лет. Отлично. У вас есть красивая квартирка, вы ее отремонтировали. 30 лет. Вы осознаете, что вы привязаны к этой квартире. Правда? Вы не сможете уехать просто так. Надо решать, будет вопрос с кредитом. Вы не сможете просто подарить эту квартиру. Вы не сможете просто так ее продать. Будет целое приключение. Правда? Почему? Потому что всегда в вашей жизни до того момента, пока вы не выплатите эту сумму, будет некто, кто придет и скажет, а я имею право на вот это или вот это. Давай будем разговаривать. Давай я буду поднимать ставку. Давай я буду делать какие-то ходы. И ты будешь чувствовать его присутствие в своей жизни. Не будет так просто тебе взять и откликнуться на призыв к какой-то миссии, например. Сейчас это, конечно, не модно, но тем не менее. Вот так, чтобы все оставить и уехать в другую страну. Не будет так просто. Почему? Потому что есть третий человек или группа людей. Есть у тебя кредит, есть у тебя долг. Поэтому Писание в идеале говорит, богатый господствует над бедным. Так и есть, да? И должник делается рабом взаимодавца. И я верю, что Бог вывел нас не для того, чтобы мы были рабами. Правда? Когда мы с вами встречаем Седор, мы что говорим? Рабами мы были, а теперь свободны. Улавливаете суть? Я верю, что вот в чем как бы Божье намерение у нас в материальных благах. Рабами мы были. Но теперь нам нужно стремиться к той свободе. И пускай она даже далеко. Может быть, надо пройти какой-то путь. Может быть, нужно что-то оставить позади. Но я хочу стремиться к тому моменту, когда надо мной будет Господь. Когда я буду тем, кто готов будет исполнять волю Его, а не жить вот каким-то таким жутким образом, работая с утра до ночи и еще ночью, только ради того, чтобы отдать какому-то человеку то, что я заработаю. Это и есть, в общем-то, рабство. Оно легализовано, оно выглядит вот таким, ну как бы законным путем. Тем не менее, оно способно полностью менять и преображать нашу жизнь. Смотрите, если мы говорим о периоде Синайского договора, если мы говорим о периоде Моисеевого завета, мы видим интересный принцип. Второзаконие, 28 глава, 1, 2 и 12 стихи. Смотри. «Если ты будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе». И 12. «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Видите, да? Позиция Божьего народа, который находится в послушании Богу. Ты будешь тем, кто будет давать. Ты будешь тем парнем, к которому будут приходить и говорят, «Помоги», а ты говоришь, «Помогу». И теперь смотрите. Мы смотрим. Второзаконие, та же 28 глава, 15, 43 и 44 стихи. «Если же не будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все Его заповеди и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Там благословения, а здесь проклятия придут. И смотрите дальше. «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться на тобою выше и выше, а ты будешь опускаться ниже и ниже, и Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать Ему взаймы». Видите, да? Если ты будешь непослушен Божьим заповедям, в твою жизнь придет проклятие. Ты будешь приходить и говорить, «Дай мне пришельцу». Кто такой пришелец? Человек вообще со стороны. Человек не из Божьего народа. Человек не с вашей среды. Потому что здесь речь обращена к Израилю. Он говорит, «Этот пришелец будет управлять твоей жизнью». Почему? Потому что ты забыл, кто твой господин. Потому что ты отступил от заповедей. Ты будешь ходить с протянутой рукой. Очень простой принцип, согласитесь, правда? Бог объясняет Израилю, как жить успешно, как жить материально независимо, как иметь благословение и радость от того, что есть. Итак, долг сам по себе направлен на будущее. Он рассчитан на будущее. Смотрите, когда мы берем какой-то кредит на 30 лет, о чем мы думаем? 30 лет я буду сильным человеком, я буду способен работать, я буду отдавать каждый месяц 800 долларов за эту квартиру, потому что куда деваться, все так делают и так далее и тому подобное. Но мы говорим о будущем. Что мы об этом знаем, друзья? Ничего мы не знаем. И смотрите, что говорит Яков, 4 глава, 13-16 стих. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности чеславитесь. Всякое такое чеславие есть зло. Вот что говорит Яков. Вы, люди, поймите, мы не можем просчитать нашу жизнь. И всегда это помните. Мы не можем смотреть вперед и говорить, всегда будет хорошо. Мы не знаем, что случится с нами до вечера. Это всегда нужно осознавать. Но если человек находится в близком присутствии Божьем, если человек проходит свою жизнь, держась за Бога, за его принципы, то знаете что? Для нас становится это неважным. Почему? Потому что мы знаем, кто будет с нами завтра, завтра, кто будет с нами через несколько лет, через 30, 40, 50, сколько Господь даст. Итак, долг рассчитан на будущее. И есть факторы, которые ведут к долгам. Очень нужно понимать. Очень часто долг, он связан тем, что люди не знают, как жить без долгов. Вот просто нет знаний в этой сфере. Так привычки, есть вообще семейные привычки долгов. Вы знаете это, да? Вот ты посмотришь там, папа, мама, они без проблем. Постоянно, каждый месяц они ходят к соседям и просят каких-то 500 рублей, 500 гривен. Почему? Потому что так привыкли. Потому что он получает зарплату, вроде хорошо зарабатывает, но что-то происходит. Куда-то эти деньги деваются, куда-то вот так вот просто каша какая-то в голове. Итак, недостаток знаний является причиной очень часто, когда люди попадают в долги. То же самое про кредиты. Я взял эту бумажку, подписал, что попало, ничего не прочитал мелкими буквами где-то там на последней страничке, и теперь в ужасе. Если бы я знал, люди потом говорят. Я понимаю, недостаток знаний. Поэтому перед тем, как ты приходишь к таким серьезным решениям, ты должен найти человека, который поможет тебе в этом разобраться. Потраться на него, потраться на этого консультанта. Пускай он тебе скажет, вот это нельзя подписывать ни в коем случае. Просто никогда, никогда просто порви сейчас, съешь и убегай отсюда. Не бери вот эту бумажку. То есть нам необходимо знание, и даже для верующих людей тоже. Послушайте, то, что мы умеем читать Писание, это не значит, что мы разбираемся в законах. Помните это. То, что вот там кто-то сказал, лидер вашей домашней группы или какой-то служитель сказал, а я так делал, все нормально. Это не значит, что он сделал правильно. Это не значит, что вот так. Может быть, его обстоятельства другие. Может, ты не понимаешь, о чем речь. Поэтому не гнушайтесь спрашивать советы и разбираться. Также, друзья, причиной долга является недостаток планирования или нашей внутренней дисциплины. Люди недисциплинированы внутри. Мы часто не умеем тратить то, что есть у нас. Это наподобие того, что у нас получился большой урожай на нашем поле. Собрали мы эти арбузы или что там, что бы у нас ни было. Сложили, куда попало. Оно гниет. Правда? Благословил нас Господь? Благословил. Полный дом благословений. Только оно гниет. Почему? Не хватает у нас понимания, как это нужно сохранить. Мы не можем спланировать, куда одевать этот урожай перед тем, как посадили. И у нас нет дисциплины, когда мы тратим на что попало, потому что мне нравимся. Мы потыкаем своими сладостями, какими-то слабостям своим, и это приводит нас к разрушению. Итак, это простые моменты. Мы очень сильно сейчас упрощаем. Итак, наша ответственность относительно долга очень простая, друзья. Верующий человек должен стремиться как можно быстрее избавиться от долгов. Особенно, если это долги, которые требуют немедленного вмешательства, в которых есть какие-то проценты или что-то, что может вам угрожать или каким-то образом давить на вас. Тем не менее, Писание говорит, притча 3 глава 27-28 стих. «Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Итак, если ты имеешь при себе, если у тебя есть возможность вернуть этот долг кому-то, «отдавай». Я встречал таких людей, типа, знаете, бизнесмены великие, они поодалживали по общинам, по церквям кучу денег, а потом говорят, «Ну что ж, брат, терпи. Вот когда мне повезет, вот именно я заработаю, я тебе сразу отдам, еще даже чуть-чуть больше дам». Послушайте, это не по Писанию, это глупость и бесчинство. Почему? Потому что лучше бы ты пришел и говорил таким образом, «Я буду отдавать тебе 50 рублей каждый день, но посмотри, молись со мной, я хочу, чтобы ты стоял рядом со мной в проломе, молись за меня, я хочу побыстрее с тобой расплатиться, я очень сильно этого хочу». Вы знаете, что я видел множество свидетельств того, когда Бог выходил навстречу такой искренности, когда Бог благословлял таких искренних людей, и это было в благословение для всех. Итак, очень коротко, как избавляться от этих, скажем так, ситуаций или от долгов. Прежде всего, друзья, молитесь, молитесь. Вы помните бедная вдова, которая имела дождество долгов, настолько множество, что пришел уже взаимодавец, чтобы забрать ее сыновей. Помните такую историю? Это 4 царств, 4 глава, с 1 по 7 стих. И тогда был пророк Елисей. Вы помните, что он сказал? Давай мы сделаем определенным образом. Бог отвечает даже сверхъестественно. Масло начало умножаться, масло начали продавать, и с лихвой закрыли вопрос. Итак, вы должны быть открыты на Божье чудо в ваших долгах. Даже если сумма кажется невероятно большой, и вы не можете своими физическими силами родить это масло, где-то что-то сделать, или что-то вот вообще как-то решать этот вопрос, дайте место Божьему чуду. Следующий момент. Старайтесь не одалживать. Вообще, перестаньте иметь такое мышление, что я пойду и я одолжу. Это неправильно. Отходите от этого. Вы должны быть теми, кто благословляет других. То есть, если у вас есть такое искушение, остановитесь и спросите, а оно мне действительно надо вот сейчас? Ну, я так хочу, такая красивая рубашка, она так выглядит, я вот так вот, ну, у меня денег нет, но я спрошу, а потом, может, как-то будет. Послушай, тебе она действительно нужна, или ты просто хочешь? Это два совершенно разных слова. Нужда и хочу. Если мы хотим говорить, если у нас нет денег, и нам нужно покушать, знаете что, буханка хлеба подходит, но если ты хочешь большой кусок колбасы, это уже немножко другая еда, другая цена, понимаете, да? Если ты не можешь позволить эту колбасу, ну, тогда благодари Господа за хлеб насущный, который Он дает тебе кушать. Но воздержись от того, чтобы входить в долг. Воздержись от того, чтобы уходить туда, куда ты не должен уходить, и становиться зависимым от кого-то другого. Поэтому, друзья, составьте перечень ваших долгов, и молитесь о каждом из них, постарайтесь поговорить с людьми, которым вы должны, чтобы они видели вашу искренность, ваше стремление, как можно быстрее закрыть эти вопросы. И, возможно, в каких-то моментах подумайте о том, чтобы найти еще одну работу и зарабатывать чуть-чуть побольше. Это поможет вам выйти в благословенное состояние. Итак, на этом я хотел бы вас оставить, чтобы вы поразмышляли. Еще раз напоминаю, более детально, более подробно мы разбираем эти вопросы на занятиях нашего библейского института. Если вы хотите узнать об институте больше, подойдите, пожалуйста, ко мне после служения, я вам все расскажу. Но сейчас также я хотел бы помолиться вместе с вами, о нескольких вещах. Прежде всего, о работе. И вторым вопросом я хотел бы помолиться о долгах. Если в вашей жизни есть долги, давайте мы встанем, друзья. Я хотел бы, чтобы мы вместе согласились молиться о Божьей мудрости для выхода из этих состояний. Если вы хотите, вы можете выйти вперед, и мы конкретно за вас также помолимся. Те, кто нуждается в какой-то особой отдельной молитве. Пожалуйста, здесь место есть. Итак, Святой Господь, мы благодарны Тебе, что Твое Слово, оно направлено к нам. Это Слово, через которое Ты показываешь Свою любовь, благословение Божие. Ты поддерживаешь нас и благословляешь нас. И мы просим о том, чтобы Ты дал нам милости в тех работах, которыми мы работаем, Боже. Чтобы мы были известны как работники благословенные, Господь. Как те, кто, Боже, следует Слову Твоему, как те, кто, Господи, послушен Тебе, Боже. И даже если наше начальство, может быть, не всегда радует нас, Господь, давай, Боже, нам милости радовать Тебя, Господь. И быть светом в этом мрачном месте, быть светом, Господь, в своих поступках, делах, выборах и решениях, Господь. И я молюсь также за каждого, кто имеет финансовые долги. Боже, за каждого, кто что-то должен кому-то, Господь. Я прошу о том, чтобы Ты дал мудрости выбираться из этой зависимости. Ты дал мудрости, Господь, как решать эти вопросы. Сверхъестественно вмешивался, Боже, в эти обстоятельства и выходил навстречу. Благословен Ты, Господь. Мы верим Твое чудо. И мы ожидаем Твое чудо для нас, Господь. Мы ожидаем, что Ты будешь, Боже, участвовать в нашей жизни, видя наша искренность, наше открытое сердце. И Ты будешь благословлять нас. Благословен Ты, Господь, Бог, Царь Вселенной, Который избрал нас от всех народов, Который поместил нас, чтобы быть главою, а не хвостом, чтобы быть теми, кто благословляет, а не одалживает, чтобы быть теми, кто, Боже, живет в свободе, чистоте и Твоей святости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok